Летние каникулы уже успели перевалить за свой экватор, и отдых не стоит откладывать. Самое главное – отдыхать и оздоравливаться нужно активно, используя все имеющиеся возможности. Славянским ребятам, которые побывали на туристической базе с романтичным названием «Планческие скалы», конечно же, повезло. В этом мы смогли убедиться, побывав там в живописном уголке Северского района. Турбаза «Планческие скалы» расположена в поросшем лесом Низкогорье в верховьях реки Афипс. И в июльские дни, когда городские улицы плавятся от жары, здесь под тенистой сенью деревьев довольно прохладно. Ребята из пяти школ Славянского района прибыли сюда, чтобы за несколько дней приобщиться к туризму и хорошо отдохнуть на природе. На турбазе, ориентированной на детский отдых, стараются сделать пребывание здесь детей интересным. В основе наших всех программ детских лежит туристическая подготовка и туристическая основа. Это экскурсии к природным памятникам, походы, подготовка начальная туристическая, соответственно, для того, чтобы совершать более или менее сложные походы. И когда дети приезжают в лес, естественно, все это наполнено играми, в том числе командообразующими, которые вы снимали, я видел. Да, здесь у нас очень хорошо это все организовано и поставлено. Специалист есть, у нас в край один из лучших. И любой выезд детей на природу – это посиделки у костра, легенды, игры, разговоры. Многочисленные командные игры, когда ребятам нужно передвигать при помощи веревок букву «А» размером с человеческий рост, переносить ведро воды, а еще сложнее – миску с водой на платформе всей командой, преодолевая препятствия. Все это было очень непросто и вместе с тем невероятно увлекательно. Опытный инструктор разъяснял школьникам правила и тонкости игрового прохождения. Сплоченный коллектив, дружный, который ставит им задачи, он выполняет его четко, создать очень сложно. Поэтому научить детей понимать друг друга с полусловом, мимикой, жестом, приходить вовремя на помощь – очень сложно. На любой станции, на любой игре это самое важное. Не индивидуальные качества, хотя это очень важно, а вот именно коллектив, дружно прийти – это то, что от нас требуется. На турбазе ребята осваивают не только командные игры, но и туристские навыки. Ставят палатки, разжигают костер для приготовления обеда, участвуют в походах. Научиться стрелять из настоящего лука тоже дорогого стоит. Здесь очень красиво, проводим много времени с друзьями, готовить научились. И вот эти три дня, которые мы здесь находимся, мы научились очень многому, и они запоминаются на всю жизнь. Занятие туризмом – это своеобразная школа жизни, где преподается и тут же закрепляется на практике действительно важное и нужное. И ребята охотно приезжают сюда, потому что все это им просто нравится. Здесь я научилась преодолевать разные полосы препятствия, подниматься на гору, испускаться с горы, научилась готовить в полевых условиях, научилась разжигать костер самостоятельно и также ставить самостоятельно палатку. Готовить обед на костре для многих школьников – в новинку, но они не пасуют перед трудностями. С помощью педагогов справляются с кулинарными задачами. Они постоянно общаются и находят здесь новых друзей. Каждый друг другу помогает. Кто-то что-то приносит, кто-то что-то нарезает, кто-то что-то помогает чистить, кто-то мальчики помогают костер разжечь. Мне все нравится, что мы здесь готовим, играем, убираемся, выходим в горы, купаемся, идем, просыпаемся нормально. У нас правильный режим. Какие бы ни были мероприятия и игры, обед всегда должен быть по расписанию. Учащиеся первого лицея очень довольны своим питанием. Здесь, на свежем воздухе, аппетит у всех прекрасный и все приготовленное съедается на ура. С большой радостью ребята вместе с наставниками ходят на Афипс, чтобы искупаться в жаркий день. Речная прохлада приносит огромное удовольствие. Любовь к туризму, к лесу, к природе, научить каким-то элементарным навыкам выживания, ну и, конечно, научить общаться, контактировать с другими ребятами. Ну и здесь у нас есть целый квест, ребята обходятся без интернета, без связи, что, конечно, приближает и дает больше возможностей для общения друг с другом. Ну и это очень радует наблюдать, как они прям изменяются на глазах, что они больше друг другу уделяют внимание. Ребята всегда готовы прийти на помощь. Туристический поход – это, пожалуй, самое запоминающееся событие. Во время небольшого путешествия школьники преодолевают дорожные препятствия и наслаждаются удивительными видами местных красот. Настроение у ребят после такого похода приподнятое, и они с готовностью делятся своими впечатлениями. Все хорошо, можно с кем пообщаться, все классные. Поход, но он был несложный, это просто мы поднимались в гору, там очень красивые виды, там все прям красиво, очень. Нам все понравилось. Атмосфера комфортная, мне нравится. В походе тоже очень понравилось, было просто великолепно. Собственно, там очень красивые виды все. Я познакомилась еще с другими ребятами из других школ. У нас проходил танцевальный батл. Песни под гитару, общение с друзьями увесило потрескивающего костра. Дни, наполненные новыми впечатлениями и обогащенные полезным опытом. Все это останется с юными славянцами надолго, когда они попрощаются с гостеприимной турбазой, которая стала для них на некоторое время общим домом. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События». Спасибо.